В глазах Марии Васильевны застыли слезы. В ее комнате гости. Звучат слова поздравлений и искренней благодарности. 90 лет путь не близкий и чего только на нем не было. Одна война многого стоит, которую выиграли ценой общих усилий. Низкий поклон, здоровья вам, берегите себя, живите долго, радуйте нас, своим присутствием, потому что вы огромная история нашей страны, нашего города. 4 класса образования, многодетная семья. Сколько себя помнила, работала в совхозе села Благовещенское Муромского района. Так бы и была телятницей да дояркой, если б не страшное горе на всю страну. Война. В Горьком девчонок выучили на медицинских сестер. Судьба повела дальше. Мария Васильевна прошла полстраны пешком, вторую ее и половину. Ехала в вагонах, в которых перевозили скот, пока добралась с такими же молоденькими медсестрами до линии фронта. Там они помогали врачам, подготавливая раненых к операциям, оказывая солдатам и офицерам первую помощь. Нам приносили тут спиртовой цикл. Мы пособляли этим врачам, кто перевязывал, кто как-то, какие бинты подавал, кто чего. Все вдружали, боялись. Вот принесли нам троих, да, троих. Принесли. Мы стали перевязывать. Тут 7 человек было у этих врачей. И нас, нам человек 7, не больше. Ну мы, к нам принес тут его. А мы туда его раздеваем. Все бьем, припасаем. Все тут кто чего. Жестокость тех лет не обошла нашу героиню. На одной из речных переправ она получила тяжелое ранение в ногу. Но радость пришедшей победы почти стерла всю боль утрат. В глазах людей были слезы счастья. Как отмечали-то? Как я? С радостью. Весело. И как? С слезами на глазах. Елена Петрова, Александр Сидоров. Новости 24. Муром.